всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду попался мне тут на глаза в очередной раз рецепт странного пирога ну вы слышали наверно пирог стаканник его называют смысл в том что все основные ингредиенты отмеряются в равных по объему долях по стакану муки и манки молока сахара и основной цемис этого пирога в том что тесто вымешивать не надо мне это метод показалось очень странный тем не менее не чушь никаким экспериментом и сейчас этот рецепт опробую единственное что все пропорции по стакану рассчитаны на форму размером 20 сантиметров в диаметре у меня такое нет есть либо больше либо меньше чтобы не было мучительно больно в случае эпического фейла я количество всех продуктов уменьшил но в описании оставлю все пропорции из расчета на форму в 20 сантиметров то есть по стакану поехали яблоки надо натереть на терке шкуру не чистим голову себе не морочим и стоит их полить лимонным соком но прежде цедру натереть она понадобится позже лимонный сок для вкуса полезно сладость яблок оттенить смотрите натертые стремительно темнеет и становится цвета яблочного повидла знаете что в рецепте этого не было но я добавлю яблоком немного корицы вреда не будет уверен начинка готова теперь смешиваю все сухие ингредиенты мука манка сахар разрыхлитель разрыхлителя конечно не стакан гораздо меньше смесь надо однородности размешать и знаете что если у вас есть ванилин или ванильный сахар добавьте его в муку будет здорово уверен я к сожалению их нет но есть ванильный экстракт так что его позже в молоко добавлю а в муку цедру положу цитрусовый аромат в яблочных пирогах на мой взгляд всегда к месту форму стилаю бумага для выпечки как-то так не очень аккуратно конечно но уж как получается а теперь нужно выложить все слоями сухую смесь делим на четыре части равные можно ли сами воспользоваться яблочную начинку на три части всего сухих ингредиентов у меня получилось 400 граммов значит по 100 граммов на слой первый слой сухой 2 яблочный влажный естественно каждый надо разровнять как следует ну это понятно и последний слой сборку завершил теперь прогреть молоко в микроволновке да и духовку тоже пора греть не обязательно греть молоко именно в микроволновке просто кастрюльку пачкать не хочется как и обещал немного ванильный экстракт сюда и перемешать все заливаю аккуратно сверху пирог молоко надо греть кстати почти до кипения и вооружившись удобным инструментом это у меня палочки для еды во многих местах прокалываю пирог до самого дна чтобы упростить проникновение молока внутрь и вот этот момент для меня самый неочевидный вернее так скорее не вызывающий доверия вот нет у меня надежды что равномерно молоко проникнет во всех местах до самого дна впрочем посмотрим я как видите постарался максимально ответственно подойти к вопросу прокалывания пирога отправляю выпекаться в прогретую духовку 180 градусов верхний нижний нагрев время выпечки зависит от размеров формы ориентируйтесь на 40-50 минут но впрочем все духовки пекут по-разному поэтому следите что у вас там происходит ну и дико интересно что мне получилось пирог уже остыл ведь посмотрим отделяется он очень даже просто так что касается вкуса знаете дико вкусно дико вкусно но консистенция очень странная такая такую консистенцию наверно можно получить если набрать каком-нибудь бисквита наломать его и смешать вот с вот этой вот начинкой и так вот запечь нечто странное такое я использовал манную крупу в данном случае это символ из твердых сортов пшеницы если используете из мягких она наверное более такое клёклая что ли будет но использование манки в этом рецепте но она позволяет получить такую вот пористость что ли больше не так попробуйте мне кажется для пирога с которым не нужно заморачиваться чтобы ничего не замешивать не надо это интересно ваниль и корица мне кажется обязательным и яблоко берите кисло-сладко кисло-сладко это будет здорово на этом позвольте попрощаться огромное спасибо за компанию напишите ваши варианты этого пирога я уверен что очень многие из вас такой простой пирог делают напишите что вы добавляете качестве начинки еще раз спасибо за компанию за лайки дизлайки за репосты всем пока а и и Субтитры создавал DimaTorzok